По дороге к приёмному пункту сахарной свёклы Соколука в эти дни можно увидеть многокилометровую очередь автомашин, гружённых собранным урожаем сладких корней. По словам водителей, они несколько суток вынуждены простаивать очереди, чтобы сдать сахарную свёклу. Приехал с грузом сахарной свёклы вчера вечером. Думаю, что только завтра вечером заеду на приёмный пункт. Машин очень много. Ночью привёз урожай свёклы. Такие очереди были и прошлые года. Никто не решает эту проблему. А знаете, как будет трудно крестьянам, если начнутся дожди? Технике невозможно заехать, вслякать на поле. Я привёз урожай с района аэропорта Манас. Протяжённость составляет 50 километров. Надо решать проблему. Начнутся дожди, тогда вообще будет каша. Возим села Маловодного. Километра 4 занимает время. По времени это вторые сутки. А цена за доставку 450 сомов. Почти здесь оживём, получается так. Питание. Ну, общественный туалет даже где вот такой нет. Так же не умыться, ничего нет. Никаких условий. По информации представителя перерабатывающего сахарного завода, они не в состоянии принять сразу такой объём урожая и выгрузить его на территорию свеклоприёмного пункта. У нас расписан график был на весь октябрь месяц, но стоило только произойти одному дождю, когда нельзя было крестьянам заехать в поле. И, соответственно, весь график сразу нарушился. И стали те, которые приехали по графику, они стали возмущаться, почему приехали те, которые не по графику. Прошли скандалы, стали жаловаться, что они подадут в суды на предприятие, потому что мы ломаем график. Но мы не ломаем. Наряду с проблемой очередей, крестьяне Соколубского района, хотя и увеличили площади под техническую культуру, но получили низкие урожаи из-за ряда причин. В этом году была засуха. Для сахарной свёклы не хватило поливной воды. Всего мы обеспечили водой на 70%. Адиль Бедельбаев с прошлого года решил заняться выращиванием выгодной культуры и получил 6 гектаров высокий урожай сладких корней. В этом году решил увеличить посевные площади под техническую культуру. И, несмотря на проблемы с поливной водой, собрал с одной третьей части площадей ещё больше урожая, чем в прошлом. В этом году увеличил площадь до 16 гектаров, собрал урожай с 6 гектаров и приехал получить деньги за сданные урожаи, чтобы облатить транспортные расходы. Проблемы были с поливной водой, но я использовал органические удобрения, получил высокий урожай. В этом году крестьяне Соколубского района увеличили посевные с сахарной свёклой на несколько сот гектаров по сравнению с прошлым. В 2023 году в районе сахарная свёкла была посеяна на площади 2381 гектара. Это больше, чем в прошлом году, на 779 гектаров. На сегодня убрали порядка тысячи гектаров урожая с сахарной свёклы. В конце недели синоптики прогнозируют осадки и похолодания. Насколько сильно это может повлиять на темпы уборки, не понаслышке знают крестьяне. Расходов становится больше, и это влияет на себестоимость продукции. И если приплюсовать простое на свёклоприёмном пункте, то сахарная свёкла станет золотой культурой. Усен Кульбаев, Чингис Дзюмагулов, ЛТО, 24, Чуйская область.